Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, он будет очень интересный. Оставайтесь со мной до конца. Эта девчонка озадачилась поиском подгузников, потому что мои запасы кончаются. И, судя по всему, нужно переходить на производителей отечественных, российских производителей, потому что, скорее всего, неотечественные подгузники будут исчезать с наших прилавков постепенно. Читала много отзывов, очень много отзывов, тестирую потихонечку все. И, знаете, нашла неплохой бюджетный вариант, я бы даже сказала очень хороший. Сейчас вам покажу. Девчонки, это Nappy Club. Я сначала почитала отзывы в интернете, а потом посмотрела. Я заказывала, кстати, на официальном сайте, а потом посмотрела, они продаются и на Озон. На Велберрис нет, на Озон. И почитала там отзывы, а там отзывы 5 из 5. Я думаю, что же я раньше не видела. Вот нам навязывает реклама производителей подгузников каких-то других. Мы смотрим и покупаем, хотя они не всегда очень хорошие. Да, Крестюш очень нравится. Я вам сейчас все покажу, а потом мы тебе, Крестюш, отдадим. Nappy Club, производитель российский. Я взяла попробовать вот такие премиум подгузники. У нас уже четверка или элька 9-14 килограмм. 54 штуки здесь в упаковке. Сейчас покажу вам производителя информацию. Я вам хочу сказать, мне очень, мне очень понравилось. Вот можете нажать на паузу, почитать. Я просто в диком восторге. Вот отзывов на Озон мало, но они все отличные. Понимаете, потому что вот, ну, не раскрученный отечественный бренд, да, и все. Мы его не знаем и берем, бог знает что, грубо говоря, да. Смотрите, индикатор влаги. Приятные натуральные материалы. Они безумно мягкие. Вот я мягче не пробовала, не встречала. Ни с Крестюшкой, ни с Крестюшкой. Манжетки для ножек мягкие, безумно мягкие. Есть, да, защита для протекания, сейчас покажу. Впитывают отлично. У меня уже было время протестировать. Мы их даже на ночь одевали, хотя у нас, у них есть отдельно ночные. Дышащие слои, комфортный, эластичный пояс. Вот вообще никаких нареканий, все правда. Да, сейчас производителя мы с вами найдем, я вам покажу. Сейчас я тебе отдам, да, сейчас я тебе отдам, мой сладкий, конечно. Соответствует стандартам. Так, вот группы, если что, кстати, можете сделать скриншоты, потом зайти. Но я вам ссылки оставлю, я вам оставлю ссылку на официальный сайт. Мне понравилось, там сейчас розыгрыши, девчонки, вообще розыгрыши денег. Я, конечно же, буду участвовать. Я вообще еще хочу заказать, и пока я планирую на эти подгузники переходить, потому что они мне очень понравились. Хочу трусики попробовать, потому что мы уже большие, подгузник не всегда оденешь, вертится и так далее. Так, здесь у нас рекомендации по размеру, производство. Вот у нас с вами производство. Россия. Так, Москва. И Санкт-Петербург у нас, да, импортеры. В общем, все отлично. Так, какая у нас тут еще полезная информация, вам есть сразу показать. Да, и отдать крестюше, как правильно надевать подгузник. Но это мы все с вами знаем. Итак, меры предосторожности. Не забудьте проявить. Вот так они выглядят. Эластичный поясочек. Здесь у нас написано, на эпикла премиум, да. Полосочка-индикатор. Да, когда подгузник уже переполнен, мы это видим. Эластичный поясочек. Все отлично. Липучки. Никаких нареканий вообще. И они безумно мягкие. Вот безумно мягкие. Просто такая мягкость. Это невероятно. У меня от других производителей, раскрученных, скажем так, я не буду здесь называть. Иногда вот ножки крестюшки натирают, да, по бокам. Бывают покраснения от русиков и от подгузников. А здесь вообще ничего не было. Они такие мягенькие. Это просто что-то. Вот в отзывах на зоне можете тоже почитать. Они безумно мягкие. Но на зоне, кстати, немножко подороже, нежели на официальном сайте. И на официальном сайте денежные розыгрыши. Вот как они выглядят внутри. Очень мягкие. Вот просто настолько мягкие. Вот у нас с вами защита от протеканий. Здесь все есть. Плотно прилегает. Все отлично. И вот этот размер, кстати, Элька, он немножко больше четверки, к которым я привыкла. Вот этих раскрученных брендов, да. Что мне, например, сейчас очень удобно. Потому что четверка тех производителей нам как-то была впритык. Я говорю, вот натирала. А эта прям вот села идеально. И вообще все прекрасно. Вот поближе вам показываю материал. Очень-очень мягкий. Я не скажу, что они прям тончайшие. Они тоненькие. Они легкие, как перышко. И они очень комфортные. К ним вот приятно прикасаться. Поэтому, мне кажется, крестюшки тоже очень круто. И сок, вот он отлично тянется. То есть, пухленький у вас ребенок или нет, вы всегда с легкостью можете отрегулировать. Я довольна. И на ночь нам его даже хватило, хотя он дневной. А я еще обязательно трусики попробую ночные. Что еще взяла? Взяла салфетки влажные. И еще, кстати, не пробовала. Хочу протестировать вместе с вами. Так, здесь у нас может быть состав. Есть показать вам. Да, смотрите. Здесь есть состав. Так. Меня тут малыш трясет. Вот он как выглядит. Гель алоэ, витамин Е, пантенол. Здорово. Я еще не пробовала. Будем пробовать вместе с вами. Тут удобный клапан. Классно. Так, а штук? Я забыла, сколько у нас штук здесь. 80. 80 штук, девчонки. Ай, Крестюша, они кусали меня. 80 штук. Сейчас откроем. Вот они салфетки. Класс. Я так люблю, когда салфеточки рифленые. Они вытирают лучше. Они большие. Они прям большие-большие. Хорошо тянутся. И очень мягкие. Очень мягкие. Так, аромат. Его нет. Его нет, девчонки. Это очень круто и очень гипоаллергенно. Его нет. Я вообще не чувствую никакой аромат. Такой легкий аромат свежести, который вот, ну, с 55-го раза принюхиваешься, если чувствуешь. Классно. Пропитано. Хорошо. То есть прям как нужно. Да, видите. Классно. Как здорово. Нам, малыш, салфеточку. Нам, помывайся. И еще филатный эпиклаб. Вот такие два продукта. В ближайшее время буду делать еще покупку. И вам расскажу. Это гель. Детский гель для подмывания с первых дней жизни. Вот такой тоже не пробовал. Будем пробовать вместе с вами. Пантенол, пребиотик, натуральный экстракт, витаминчики, алоэ вера, ромашечка. Без красителей, без СЛС, без пробенов, без силиконов. Состав вам сейчас покажу. Смотрите. Вот так. Информация тоже от производителя. Мытища, да, у нас? Мытища производитель. Вот вся информация. Вот такой вот удобный, в большом объеме. Цены адекватные. Я вам, кстати, не сказала. Подгузники. Вот эта пачка 1500, 1590, 54 штуки. Сейчас за такую цену, ну не знаю, может быть, и можно какие-то найти. Но у нас, допустим, везде бешеных денег стоит. И в детском мире, и везде. Поэтому цена вообще адекватная. Так, дальше. Детский крем-гель. Еще вот такой взяла с первых дней жизни. То же самое у нас. Тут пантенол, натуральный экстракт и календал, ромашки, алоэ вера. Это уже крем-гель интересно будет попробовать. Так, состав вам тоже показываю. Давайте сейчас на момент отдушки. Просто гель у нас зелененький, а крем-гель получается такой прозрачненький. Крем-гель, он у нас такой белесый внутри. Безумно круто пахнет. Какая-то цветочная, очень деликатная отдушка с какими-то, знаете, элементами свежести, чистоты. Ай, какой аромат обалденный. Мне очень нравится. Так, и второй, который просто гель, он уже прозрачный. Так, не падать, не падать, говорю. Он уже прозрачный. Такая же отдушка. Очень приятная. Класс. Буду тестировать, расскажу, как, что. Так что вот так, девчонки, буду делиться с вами полезностями. У этой марки, кстати, еще есть средства для стирки. А что сейчас тоже очень актуально. Мы с вами уже замучились искать, да, безопасные экологичные средства для стирки для себя и для наших малышей, да. Мы с вами уже искали замену порошку Фаберлик, который мы очень любили, но он очень дорогой. Поэтому ищем что-то более бюджетное и качественное. Буду заказывать обязательно средства для стирки и в следующих логах вам покажу. Ну вот буквально 10 минут назад сходили, помылись, скажем так. Класс. Мне очень понравилось. И одушка приятная такая классная. И очищает хорошо. И кожа мягенькая. Как вообще, я довольна. Мне очень понравилось. Вот почему не знала раньше, да. И от подгузников в восторге. И от средств. Поэтому хочу дальше этот бренд пробовать, тестировать. Очень интересно прямо будет для стирки. А ссылки на продукты я вам оставляю под видео. На каждый продукт оставлю. Оставлю на сайт. Еще, девчонки, там промокоды частенько бывают. И до 5 июня, по-моему, действует промокод классный. Я вам его пропишу. В подарок можно получить шампунь. Да, получить бесплатный шампунь при покупке от 2000 рублей. С ромашкой калентулы натуральной детской. До 1 июня. До 1 июня, девчонки, сейчас посмотрела. Я вам пропишу тоже обязательно промокод. Пользуйтесь мелочью. Ну как, не мелочью. Сейчас такие цены на такие средства. Так что не мелочь и очень приятно. Кто пробовал от Epic Club, что-нибудь обязательно напишите. Будет интересно ваше мнение послушать. С вами готовить быстрый, очень вкусный ужин. Которого на 2 дня хватает у меня, допустим. У меня лоток куриных бедер. Здесь их, по-моему, 6 штук. Я их промыла. Что мы будем делать? Я сюда сейчас потру 3 зубчика чеснока. Добавлю соевый соус. Добавлю смесь перцев слегка. И приправу для курицы. Вот она. Забыла чайную ложку меда. Присолила совсем чуть-чуть, потому что соевый соус у нас с вами так соленый. Все это дело перемешиваем. И будет оно у нас так с вами настанется, пока мы будем чистить картошку. Ужин будем готовить в духовке. Я люблю, потому что без мороки. Все вот так вот порезал, заложил. И все готовится само по себе. Как следует все перемешиваем. Утираем. И пусть у нас курочка стоит, пропитывается. Мы порезали картошку, положили в форму для запекания. Посолили, полили маслицем, чтобы она у нас не сохла. Картошка имеет свойство в духовке сохнуть в разы. И мой секретный ингредиент. Я добавляю одно порезанное яблоком. Я очень люблю сочетание картошки с яблоком и с курицей. Прям вот обожаю. Но мои не любят, поэтому добавляю только одно. Я бы добавила больше, если честно. И потом буду выбирать его себе и получать удовольствие. Все как следует перемешиваем. И потом мы с вами еще добавим немножко водички. Потому что картошка еще раз повторенно сохнет. Немножко водички наливаем в стакан. Двести. И выливаем тоже сюда. Яблочки дадут такой вкус обалденный, пикантный. Слегка. Мне прям безумно нравится это сочетание. Хоть чуть-чуть яблочко, но оно уже совершенно меняет вкус. Так, все. Мы перемешали с вами все. Теперь выкладываем сверху курицу. Стоит приличный, аромат божественный. Какая красота. Сок с курицей вместе с маринадом будет стекать на картофель. Ну, пальчики оближешь. Я буду накрывать все это дело фольгой. Сделаю несколько дырочек. Ножом фольги и ставлю готовиться. Это температура где-то 180-200 на 2 часа. Потому что я такие блюда люблю готовить, когда мы гуляем. Вот мы уходим гулять, как роскошно мы возвращаемся домой. Готовить уже и неохота, и времени нет, и пора всем кушать. Поэтому достаточно удобно готовить в духовке, мультиварке или еще где-то. Да, поэтому я поставлю на такую, достаточно маленькую температуру, но на 2 часика. День следующий, девчонки, что мы с вами делаем? Мы с вами осветляемся. Это называется приспичило. Но вы меня знаете, у меня так бывает. Прям в один момент. Дома у меня был окислитель Фаберлик. Но не было окислитель. Осветлитель Фаберлик, но там не было проявителя. Только прошок и ухаживающий. Там какая-то штучка, пачки тоже. Я куда-то израсходовала проявитель и взяла его из краски Поинт. У меня одна в запасе лежит. Взяла чуть больше половины и разбавила полторашкой и стрель. Короче, опять мешанина. Получилось, мне кажется, там 6% максимум вообще от силы, а то и 4% даже где-то вот так. Но, тем не менее, волосы светлеют, как ни странно. Вот сейчас нанесла все это дело на голову. Потом буду тонироваться краской Поинт 8,61. Ну, выбор, потому что другого нету. Тонироваться, я имею в виду, потому что у меня окислителя больше дома нет. Только полторашка и немножко вот осталась там, наверное, шестерка от краски. И все. Ну, посмотрим. В общем, посмотрим сейчас, сколько буду ходить. При естественном освещении вам показываю. Но светлею. Я думала, сейчас не сработает мой план. Вся эта затея, вся эта система мешанина. Но работает. Почему-то хотелось. Потому что весна. Как-то хочется быть посветлее. И еще вот эта краска Поинт, она у меня почему-то быстро смывается. И я поняла, что просто, ну, я крашу ее на темную очень базу. То есть 8,61, а у меня база, наверное, шестерка. Поэтому я решила осветлиться. Вот так. Ну что, девчонки, я так прилично посветлила. Я даже не ожидала, если честно, что на таком слабом проценте смогу это сделать. Сейчас буду наводить мешанину для тонировки-покраски волос. В ланочку буду добавлять одну краску Поинт 8,61. Их там две у нас в упаковке, да. Потом добавлю сюда какой-нибудь бальзамчик. И добавлю оставшийся осветлитель. Вот у вас проявитель, господи. Окислитель. Ну все, все перебрала. Вот. И наносить на волосы, держать будем. Промыла волосы с шампунем. Смотрите, какая. Ну посветлела, посветлела прям. И наводим быстренько гремучую смесь, подсушивая полотенцем, чтобы не текло все это дело. И одна штука краски, да, 8,61. Немножко шампунь-ботаника я все-таки добавила, девчонки, потому что ботаника, морожка. Чтобы пенилось и лучше разносилось по волосам. Окислитель. Перемешиваем и наносим на волосы. Я знаете, что хочу? У меня еще есть жипоин оттеночный. Я его сейчас добавлю сюда, нейтрализатор желтизны. Такой вот он, сиреневый. Все быстро мешаю, наношу на волосы. Нанесла раствор на волосы, я такая розовею. Знаете, была желтая, желто-оранжевая, как цыпленок. Вот моментально цвет меняется. Сейчас посмотрим, что получится. Держала долго вот такой цвет. Буду смывать без шампуня, без всего, с бальзамчиком от краски. Ну что, мой хороший, в общем-то я осветлилась. И такой результат осветлилась. Осветлилась, протонировалась, смылась. Да, кончики немножко запаяла кремом для волос этой фраше, чтобы они не топорщились, потому что все-таки, конечно же, они пожглись. Вот такой вот цвет получился. Цвет буду, конечно, еще дорабатывать. Дорабатывать, потому что он такой пока, не знаю, оранжевый, что ли. Вот, естественно, освещение вроде ничего. Буду дорабатывать, конечно. Цвет мне в целом нравится. Я хотела осветлиться, я осветлилась. Ну и на этом влог буду заканчивать. Все ссылки полезные под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.